Всероссийский конкурс «Учитель года России-2017» проводится в 28-й раз и впервые в Сочи. Здесь состоялся его второй тур, поскольку в прошлом году абсолютным победителем стал педагог из нашего региона Армавирис Александр Шагалов. Для нас очень важно, что интеллектуальная элита страны была здесь, и мы им очень рады. Для нас это, я повторюсь, тоже экзамен, для нас это тоже урок. Мы будем вас видеть рады всегда в Сочи, в Краснодарском крае, и теперь уже с вашими учениками, и с вашими семьями добро пожаловать к нам. Сегодня в ходе церемонии были названы имена пяти победителей федерального этапа конкурса. Это учитель математики Алмаз Хамедуллин из Казани, учитель биологии из Москвы Иван Смирнов, учитель математики Самары Владимир Пономаренко, учитель истории Санкт-Петербурга Илья Димаков и единственная женщина-финалист, педагог из Ульяновской области, учитель русского языка и литературы Анастасия Менгачева. Вы история, вы история своего муниципалитета, своего субъекта, своей школы, вы история российского образования, вы участники 28-го конкурса «Учитель года России». Мы вами гордимся. И хотя среди победителей в этом году нет педагогов из Краснодарского края, отдельные слова благодарности прозвучали из уст замминистра образования Ивады Сучинских педагогов. Они успевают и детей учить, и организовывать для участников всероссийского конкурса интересную программу. А глава города Анатолий Пахомов рассказал участникам, как город развивает систему образования. Это и строительство новых школ, и детских садов, и возведение жилья для учителей. Лучших работников образования мэр пригласил на работу в Сучи. Перспективным кадром пообещал выделить квартиры. Именно дадим тем, кто к нам приедет. Лучшие и лучшие. Потому что нам нужны учителя математики, нам нужны учителя физики, да и вообще хорошие учителя нужны. Ведь время пришло действительно талантливых людей. И для этого я хочу еще раз сказать, обязательно оставайтесь в Сучи. А уже завтра в Москве пройдет круглый стол образовательных политиков. Это финальное испытание, в котором примут участие пять названных сегодня победителей конкурса. Примет в обсуждение наиболее острых и актуальных проблем современной школы и министр образования России Ольга Васильева. Тому, кто сможет наиболее аргументированно ответить на вопрос, как сохранить единое образовательное пространство, и достанется главный приз конкурса «Большой хрустальный пеликан». Елена Овсецына, Дима Даниловский, телекомпания ФКТ.